Девушки отдыхают Только я, только не ты Ого, таких мы еще не видели Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем идти, друзья Нас скинули с моста Сломали нам меч Как мы будем сражаться дальше, я не знаю Все раненые Осколком меча Прижгли рану себе Так, свет Силуэт чей-то Подозреваю, что это силуэт Видели она Так, здесь ничего нет у нас Я думаю, ничего нету Идем Идем на свет Это не он Иди к нему Кое-как идет, бедная Как бы не упала и не отключилась Прежде чем она встретила его Она жила в нехорошем месте Она была еще подростком Но не таким, как другие Она с трудом могла что-то делать Редко выходила из дома За этим следил ее отец Зинбель Лишь изредка она выбиралась на свободу сама Собирала хворост и травы Вот чем живут на равнинах Оркни Таков был ее мир Похожий на этот Суровый И пустынный Лодки какие-то стоят Так, здесь нету ничего Камешков, например Что-то послушать Так Вход в пещеру Вижу Так, что тут мы имеем Туда прямо Давайте-ка Сходим Посмотрим, что там в пещере О, лицо Что-нибудь фокусируется Сынула Будут времена Когда ты будешь чувствовать себя Одинокой и измученной Как странная рыбка Которая Пытается плыть Против течения В большом океане Нужно уметь довериться Нужно уметь довериться течению И позволять ему нести тебя Потому что огромный океан Твой дом И он не просил тебя с ним бороться Все, теперь идем К свету К свету И там был он И там был он Одинокая фигура Мальчик Вихтующий В тени дерева Она помнит Как впервые увидела его Ее молодым глазам Казалось Будто он танцует И весь мир танцует Вместе с ним Мрак расступился И впервые в жизни Она увидела Луч надежды Вон он Под деревом Он там Он там На тренировке Ты можешь видеть Это он Давай Ты должен продолжать Диллиан 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 Пипец Да Офигарить Так Здесь еще Какие-то ворота Камешек Северяне Рассказывают О великом Герое По имени Сигмунд Зал Его отца Был построен Вокруг большого дерева И однажды Один явился Туда и вонзил В дерево меч Сказав Что этот меч Будет даром тому Кто без усилий Вынет его Многие пытались Сделать это Но только Сигмунд Без усилий Сумел вынуть меч Король Сиге Шурин Сигмунда Хотел получить его Но Сигмунд ему отказал Поэтому король Сиге Задумал отомстить Он пригласил Сигмунда И его братьев На праздник Но когда они пришли Их встретили нерадушные Хозяева Армия Король Сиге Схватил Сигмунда И его братьев Украл желанный меч И велел всех казнить Я готовлю их Для действия Так здесь что у нас? Он даже не фокусируется на него На эти ворота Значит все-таки Надо идти к дереву Что-то лагать стало вообще Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так может по лестнице спуститься Что за тормоза-то непонятно Какое-то кладбище кораблей какое-то Какое-то кладбище кораблей какое-то Так вам еще один камешек Казалось что смерть Сигмунда С братьями неминуема Но жена короля Была сестрой Сигмунда И она попросила короля Сжалиться над ними И заковать их в цепи Он согласился Но не из милости А потому что задумал для них Более жестокую и мучительную смерть Братьев приковали к дереву в лесу И в первую ночь сюда пришла волчица И сожрала одного из них Так она приходила ночь за ночью Пока не остался один лишь Сигмунд На следующий день Сестра Сигмунда отправила К Сигмунду слугу И дала ему с собой мед Велев намазать им лицо Сигмунда Ну зачем? Итак Ночью когда волчица пришла снова Ни за что не угадаешь Что случилось дальше Да интересно Что же случилось-то дальше Найти еще один камешек И послушать Не пропустить вы его? День за днем Наблюдая издалека Она подражала ему Совершенствуя свой тайный танец Желая только чтобы Летучие мгновения света Тянулись вечно Так мы почти пришли к дереву Вот камешек Так послушаем что случилось дальше Когда волчица стала Слизывать сладкий мед С лица Сигмунда Он укусил волчицу за язык Она стала рваться Прочь Но Сигмунд держал ее так крепко Что цепи лопнули И он освободился После побега Сигмунд стал жить Так как живем мы Скрываясь в лесу Его враг король Сигер Сигер считал героя погибшим И сестра Сигмунда Тем временем замышляла Месть Но даже великому герою Сигмунду Нужна помощь для того Чтобы отомстить Потому она отправила К нему своих сыновей Но их кровь оказалась Слишком слабой и испорченной И потому Сигмунд предал Их смерти Тогда его сестра С холодным сердцем Замыслила новый кровавый план Че за свет был-то Ты хочешь верить, что это правда Но это обман Как может он так легко ладить с миром С таким блаженством Если бы только она могла так же Видеть мир новыми глазами И танцевать с миром так, как танцует он Красота Страшная сила Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как тебя зовут? Сенуа Сенуа Я тебя раньше не видел Я нередко выхожу из дома А, дочь Зинбеля Мне нужно идти Подожди Кто тебя научил драться? Никто Никто Никто? Ну, я смотрела на тебя И... Ты всему этому научилась взглядом на меня Знаешь, ты должна стать воином Я Диллион Я Диллион Я прихожу сюда, чтобы тренироваться Приходи и смотри И приноси свой меч Этого не выразить словами Миг, когда ты смотришь в глаза того, кто утешил тебя Кто мог защитить тебя Всего одно мгновение и ужас полгощает тебя Прежде чем ты успеешь что-то понять Тогда тьма становится частью тебя Это частью, кто ты are Но ее мир изменился в тот день, когда северяне отняли его у нее Сынуа знает, что возврата в прошлом нет Что возвращается незачем Боги зря твой разум Они используют силы, чтобы раздавить тебя Они меня не остановят Я до сих пор чувствую его Даже если от него что-то осталось, они ни за что его не отпустят Я не брошу его гни здесь Ты сама гниешь Оставь меня Ты умрешь здесь Все твои страдания впустую Замолчи Диллиан Диллиан, это ты? Я найду тебя Обещаю Да, жесть, конечно Ты не выживешь Она встретила ее у дерева Может это знак? Ты не выживешь Так, камешек вижу Че, он не взаимодействует, что ли? Странно Нахренеть дерево Жесть, конечно Так, еще одно Тоже без взаимодействий Для чего-то нужное Будет, значит Так, а вот это, походу, будет взаимодействовать Сестра Сигмунда Сестра Сигмунда поменялась обликом с колдуньей и тайно возлегла с собственным братом Она родила сына и называла его Синфютли Когда мальчик подрос, она отправила его в лес к Сигмунду Сигмунд испытал мальчика, он оказался сильным и бесстрашным И тогда вместе они отправились мстить королю Сигейру Но их постигла неудача Их схватили, и Сигейр приказал похоронить их заживо Изы про biodiversity «Газ invention» «WHAA» «КОГО» «Г extr紫» «Сиг College!» «КОГО» 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 «ВОЖЕННЫЙ ГО- «КОГО» «Ейthyviolет» «HE C Werekt practice!» «КОГО» «КОГО» Так, о, еще одну. Когда Сигмунда и Синфиотли закапывали в яму, сестра Сигмунда прошла мимо ямы и потихоньку бросила туда пучок соломы, а в соломе был спрятан меч Сигмунда, подарок Одина. Мечом они смогли вырыть себе выход из могилы, а когда выбрались наружу, подожгли залы Сигейра. Там король сгорел. Сигмунд выпустил из зала свою сестру, он хотел, чтобы она жила и была почитаема. Она вышла, но только чтобы рассказать ему правду, что она возлеглась с ним, с собственным братом, чтобы родить сильного мстителя. Я не достойна жить, сказала она и вернулась в горящий зал. Изгони свое сердце желанием мстить снова, потому что за месяц всегда нужно платить высокую цену. Когда ты что-то от камня отходишь дальше, голос пропадает. Надо слушать, стоять там рядом, получается. Еще одна. Еще одна. Что? Зайдем в дерево, посмотрим. Что это за яркий свет? Бери меч, не бери его. Идет оттуда и оттуда. Что это такое? Что происходит? Сыно, представь себе, это меч, который может произвести богов. Его имя Грамм. Его выковал верховный бог северян Один и подарил Сигмунду великому воину. Мне нужен этот меч, это важно. Ты можешь мне помочь? Меч кажется целым, но это иллюзия. Давным-давно его разбили на кусочки. Говорят, что великий воин может перековать Грамм, если сначала выдержит испытание Одина. Одно испытание за один обломок меча. Корни древа смерти перенесут тебя в новые земли, где тебя ждут испытания. Иди к обломкам, металл. Испытание Одина пройти надо, чтобы заполучить меч. Пипец. Ладно. Идем дальше. Вот обломок, иди к нему. Сосредоточься. 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 Что ты можешь сказать? Слушай, я расскажу тебе о мече по имени Тюрфинг. Где она? Все как-то не так. Где мы теперь? У могильного кургана? Удивительно. Люди прилагают столько усилий, чтобы хранить мертвых, а ведь это нечто обыденное, неизбежное. Как будто все сговорились прятать смерть, потому что другого ответа у нас на нее нет. Это, как будто мы конспираем к хранению смерти, потому что у нас нет ответа на это. Но когда это приходит, и это заставляет себя на наших друзей или любимых, тогда приходит революция. Ты понимаешь? Ты переместились куда-то вообще в другое место. Послушаем камешу. Сенуа, ты напоминаешь мне историю, которую рассказывают северяне о деве-воительнице. Хэрвар была дочерью Берсерка. Она родилась уже после смерти отца. Она была диким и нравным ребенком, и сама научилась владеть оружием. Когда она узнала, где похоронен ее отец, главным желанием девушки стало получить похороненное вместе с ним сокровище, и прежде всего меч Тюрфинг. Так, я полагаю, здесь больше нету ничего. Красные ленточки. Кстати, снова перестало хромать. Поправилось что-то. Хотя шрам остался на лице. Так, здесь у нас ничего, да? Похоже на то. Идем дальше. Тележка какая-то. Не входи туда. Заходи. Возьми факел. Это поможет тебе. Осторожно. Ну, теперь у нас есть факел. Драться не можем факелом, да нет? Ничего не делает. Кто там? Кто там? Диллион. Диллион, я здесь. Я пришла, чтобы пройти испытание. Как тогда, когда мы впервые встретились, помнишь? Так. Куда идти? Я найду его. Ну, можно зажечь. Что это? Слышала? Ты идешь не туда. Где? Там там что-то говорит и нет. И держи не туда. Не Диллиана. Диллиона. Диллиона вын Twilight получает тебя. Где ты? Где ты? Где он? Он улыбал. Ты не знаешь, что они могут делать. Оставь. Она должна продолжаться идти. Она должна продолжаться идти. Если ты идешь туда, никто не может охранить тебя. Это слишком страшно. Харвард, переодетая мужчиной, присоединилась к отряду воинов и вскоре стала их лидером. Когда наконец-то они приплыли к острову, где был похоронен ее отец, ее люди не захотели сходить на место. Они говорили, что утопы селились на острове и что днем там был хуже, чем в некоторых местах ночи. Страшная дева сошла на остров одна. Повсюду она увидела могильный курган, над ними прислали призрачные огни. Пройдя сквозь эти огни, похожие на туман, она подошла к могиле своего отца. За то пламя, через которое он прошел, я был очень даже настоящим. Хэлла, возьми всех северян. Так, сказали, голос громче. Значит, идем правильно? Так, сюда, может? Да, громче голос встал. Это не он. Мы говорили, что это ловушка. Блин, я тенью испугался этой факела. Ого, громко-то уже. Да, здесь мы не были. Голос меняется. Он больше не похож на Диллиана. Тихо. Он хочет, чтобы я его нашла. Без него я не могу. Так. Че-то происходит, блин. Что это? Тайная комната? Как она туда попадет? Сдавайся. Пипец. Ну и звуки, блин. Голос. Это не Диллиан. Че-какая-нибудь херня выскочит. Че там такая красная? Пачки. Нет, давайте-ка я пройду сюда. Че-то я очкую. Найди другой путь. Ты все делаешь не так. Мысли ясно. Не получается. Так, говорят, что я сделаю все не так. Туда, что-ли? Не красная? Там что-то виднелось. Так. Че-то я не понял. Че-то я не понял. Че-то через такое мы уже проходили, походу. Вот, типа, говорили, тайная комната какая-то. Ходим по кругу. Блин, че-то звуки-то. Вон, это краснота. Ладно. Была-не была, съедят-не съедят нас. Жесть, конечно. Звуки-то. Звуки-то. Че-то медь. Дилион хочет, чтобы я встретилась со своим страхом. Отец. Я ухожу. Я решила. Думаю, так для меня будет лучше. Это тьма, который говорит из тебя. Нет, отец. Это говорю я. Думаю, я справлюсь. У меня есть свой путь. Я вижу тьму в твоих глазах, дочь. Я встретила мальчика. Мальчика? Сына вождя. Нет. Он сказал, что может помочь. Это западня. Он говорит, я могу стать нормальной. Нормальной? Да. Никакой мальчик тебя не спасет. Когда он увидит, как к тебе расползается гниль, он отвернется от тебя. Ты не можешь бросить вызов богам. Пойдем, дочь моя. Возьми меня за руку. Пойдем, сынула. Нет. Я ухожу. Тебе не избежать отмыть. Из-за твоего проклятия все будут страдать. Твои руки обогрит кровь. Это еще не все. Всегда нужно сделать что-то еще. Ты сможешь продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok